ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, космический автомат-путешественник. Готовность номер один. Прекрасно, вижу, готов. Так, ключ на старт. Внимание! Марш! Время пошло! Так, 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 так. Отставить! Прекрасно, прекрасно! Четыре с половиной секунды, Капочка. Четыре. Молодец! Молодец! Ты улучшил свой результат на три десяток секунды. Просто замечательно! Молодец! Здравствуйте! Здравствуйте, мальчики и девочки! А пока вы собирались перед своими телевизорами, мы с Капой отрабатывали взлёт. Нам, астрономам, не гоже тратить драгоценное время. Правда, мой нанотехнологичный друг? Слышите, мои юные астрономы, Капа тоже считает, что одно из самых больших сокровищ Вселенной – это время. Поэтому, не теряя ни единой секунды, мы принимаемся за чтение писем, пришедших на мой электронный адрес. Та-та-там-там-там! Итак, вопрос от Саши, который, или которая, желает знать, кто придумал созвездие. Ой-ой-ой, Саша, боюсь, не смогу точно ответить на твой вопрос. Дело в том, что имя или имена этих людей затерялись. Затерялись в глубине веков. И вообще, я представляю это так. Наши далёкие-предалёкие предки смотрели в ночное небо и говорили друг другу. Смотри-ка, как выстроились звёзды, точь-в-точь, повозка. А, по-моему, они больше похожи на медведицу. Там голова, а там лапы. Ладно, согласен. Пусть эта группа звёзд будет созвездием медведицы. Большой медведицы. Ха-ха-ха-ха, мои юные астрономы. Думаю, что наши предки преследовали две цели. Когда воображаемыми линиями соединяли звёзды в рисунке и сравнивали их с животными, героями сказок или предметами быта. Какие цели? Да, Капочка, какие цели? Ну, во-первых, так было проще запомнить расположение звёзд на небе. А во-вторых, в те времена дорогу объясняли по небесным светилам. Наши предки придумали созвездия исключительно из практических соображений. Но мы с вами под созвездиями понимаем уже нечто иное. С 1930 года астрономы всего мира поделили небо на 88 участков, привязанных к традиционным созвездиям. Теперь, говоря о созвездии Большой медведицы или о созвездии Ориона, мы имеем в виду не рисунок из звёзд, а участок неба. Старинные же созвездия правильнее называть астеризмами, то есть рисунками, составленными из ярких звёзд. Но сами эти звёзды не обязательно входят в одно созвездие. Порой они находятся на огромных расстояниях друг от друга. Ну, помните, мы говорили о Зимнем круге? Так вот, он самый настоящий астеризм. Состоит из звёзд, которые на самом деле принадлежат Сириус к созвездию Большого пса, Процион к созвездию Малого пса, Палукс и Кастер к Близнецам, Минкалинан и Капелла к созвездию Возничева, Альдебаран к Тельцу, Ригель и Бетельгейзе к созвездию Ориона. Астеризму Большой медведицы повезло больше. Пять из семи звёзд, образующих его ковш, Действительно принадлежат к одной группе, Движущемуся скоплению Большой медведицы. Хотя небесных светил в этом скоплении Ха-ха-ха-ха, пруд пруди. Да, Капочка? Кстати, эти пять звёзд движутся в одну сторону, А Дубхе, или Альфа Большой медведицы, И Бенетнаш, или Эта Большой медведицы, Указывающие на полярную звезду, Бодро плывут в другую сторону. Пройдёт несколько тысяч лет, И от ковша Большой медведицы Останется только воспоминание. Он распадётся. Да, что-то я увлёкся. А, о чём мы говорили? А, да, Капочка, об астеризмах, правильно. О том, что эти рисунки на небе составлены Из случайных звёзд. Возьмём созвездие Южный Крест. Бекрукс, или Бета Южного Креста, И Акрукс, или Альфа Южного Креста, Расположены буквально рядышком. Бекрукс в 353 световых годах от Солнца, А Акрукс в 321 световом годе. А вот и третья яркая звезда. Гекрукс, или Гамма Южного Креста. Гекрукс заслуживает особого внимания, Потому что только кажется двойной системой. Одна её часть — белая звезда, Главной последовательности, Расположенная в 400 световых годах от Солнца. А вторая — красный гигант, Находится всего в 88 световых годах от нашего светила. Но только представьте, мои юные астрономы, До Солнечной системы в три раза ближе, Чем от одной части Гакрукса до другой. Вот это и называется астеризм. Узор из случайных звёзд. Запомните, мальчики и девочки, В современном созвездии Можно обнаружить сразу несколько астеризмов. А? А, да, Капа, спасибо. Спасибо, что напомнил. Мальчики и девочки, Нас с вами заждалось письмо Вани Реброва. И как раз об астеризмах. Секунду, я только открою свой ящик. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте. Расскажите, кто придумал название созвездия? Дорогой Ваня, Как я уже говорил, Сегодня небо поделено на 88 участков созвездий. Из них 48, больше половины, Придуманы на заре нашей эры. Кем? Ммм... Да, капочка. Кем? Неизвестно. Но! Известно, кто о них рассказал. И это был Древнегреческий астроном Птолемей. Посмотрите, пожалуйста, на него. Он рассказал о них в своём труде Великое построение, Или Альмагест. Правда, спешу обратить ваше внимание, Мальчики и девочки. Птолемей воспел астеризмы Северного неба. До 16 века, До эпохи Великих географических открытий, Небо над Южным полушарием Было неизвестно европейцам. А звёзды носили Исключительно индейские имена. Катучильяй и Уркучильай, Чакама и Топоторка, Мамана и Мирко. А коренные жители Австралии Видели в астеризме Южный крест Двух кокоду на ветке. Вот так и вышло, Что отважные европейские мореплаватели Открывали не только новый свет, Но и новое небо. Да, пусть история Не сохранила имена людей, Назвавших астеризмы Северного полушария, Но мы, астрономы, Помним тех, кто дал имена Южным созвездиям. Прежде всего, Это голландский учёный Богослов Петер Планциус. Он дал имена 12 новым астеризмам. Французский астроном Николя Луи де Лакайль Назвал 14 созвездий. Если Планциус Не был чужд поэзии И придумывал Более-менее благозвучные имена Райская птица, Золотая рыба, Феникс, Павлин, То месье Лакайль Тяготел к технике. Мальчики и девочки, Не удивляйтесь, Услышав о созвездиях Печь или циркуль, Микроскоп или часы. Да, капочка, Эти не совсем звёздные имена Говорят о том, Что их дал Французский астроном. Как правило, Он называл Не очень крупные, Не очень яркие И не очень интересные созвездия. Хотя, Предлагаю совершить Небольшое путешествие. Куда? Недалеко. Капа, Твой выход. Перед нами Астеризм Живописец. Честно говоря, Живописец уже Переработанное имя. А знаете, Как эти 49 звёзд Назвал сам Лакайль? Хм, Ни за что не догадаетесь. Станок Живописца. Но мы Отправились в космос Не для того, Чтобы критиковать Вкусы Великого француза. Нас Интересует Вон та Довольно Тусклая звезда, Расположенная Приблизительно В 13 световых Годах От Солнца. По астрономическим меркам Почти под боком У нашего светила. Воспользуйтесь случаем И присмотритесь к ней. Пожалуйста, Учтите, С земли её Невооружённым глазом Не увидеть. Ничего странного Не замечаете? Ну, вы пока думайте, А я вам её представлю. По всем правилам. Мальчики и девочки, Предлагаю вашему вниманию ВЗ-живописца. Она же HD 33793. Она же Звезда Каптейна. Новая знакомая На три четверти Меньше нашего Солнца. И в 250 раз Его тусклее. Вы всё ещё Думаете, Что интересного В этой звезде? Друзья мои, Это настоящая Знаменитость В мире звёзд. Во-первых, Она, В отличие от Большинства других Светил движется В обратную сторону По нашей галактике. Потому что Она Не местная. Эта звезда Родилась совсем В другой стороне Млечного пути. А быть может Вообще В иной галактике? Но и Этой странности Мало. Звезда Каптейна Самая шустрая Звезда В нашей части Вселенной. Она несётся Сквозь пространство С потрясающей Скоростью Двести девяносто Километров В секунду. В сравнении с ней Наше солнце Ну, Настоящая капуша. Оно ползёт С почти Черепашьей скоростью Девятнадцать с половиной Километров В секунду. Вот такая Стремительная звезда Это самая ВЗ-живописца. А ещё Она принадлежит К довольно редкому Классу субкарликов. О том, Что такое Субкарлики Мы поговорим В другой раз. К сожалению, Наша программа Подошла к концу. Капочка, Отключайся от ноутбука И прощайся с ребятами. Да, До скорой встречи. Хорошо. Но вы, Мальчики и девочки, Присылайте ваши Космические вопросы По адресу 109-147 Москва Улица Марксистская 34 Корпус 7 Телеканал Радость моя Профессор астрономии Астробу Или оставляйте их На сайте Телеканала Радость моя Точка Ру Не забывайте Не забывайте По вечерам Смотреть На звёздное небо. До скорой встречи. Ваш Филипп Филиппыч Ну и, конечно, Капа. Вот смотрю я на тебя, Капа, И думаю, Как бы тебя назвали Индейцы. Да, Вот, например, Кату Чильяй. Нравится? Хорошо, тогда Урку Чильяй Нравится? Так, Чакама Мамана Мирка Я знаю, Что тебе понравится. Топоторка Ты типичный Топоторка Да, Я уверен в этом. Редактор субтитров Корректор А.Balb